Привет! Я держу путь к родителям, потому что я приготовила тыквенные кексы, кстати, по рецепту Ирины Подолян. Очень быстро, очень просто и максимально круто вообще получилось. Лёша оценил. Мне просто, знаете, почему круто? Я не пробовала. Потому что текстура и воздушность на высоте. Там можно было сделать любую абсолютно помадку, глазурь апельсиновую, там обычную белковую или какую-нибудь шоколадную. Но у меня были сливки 33%, у меня был творожный сыр, который остался после роллов. Я это всё смешала с сахарной пудрой, взбила и получилась вот такая вот красота. Несу угощать. И что ещё хотела сказать, рецепт вы можете найти, если не хотите у Подолян смотреть у меня в актуальных историях. Кто не знает, что такое актуальная история, заходите на мой инстаграм и внизу куча кружочков. И каждый кружочек подписан. Вот там есть кружочек тыквенные кексы. Приходите, смотрите. Плюс я ещё сегодня снимаю образы, как и обещала. И они тоже должны будут сегодня-завтра уже выйти там в инсте. Привет! Ну мало ли вы чем-то можете занять. Почему? Сотруды. Сукупно. Заходи. На, возьми лонтик. А что с лонтиком больше? Ну я же его у вас продолжу. А, это наш? Да, это ваш. Ну я ж не знаю. Может вы тут... Галя, как убегайте, откуда я знаю. Кормила меня мама гречкой с сочниками. Сейчас лопну. То ли гречки много съела, то ли сочника много было, не знаю. Смотрите, как красиво всё-таки смотрятся эти хоризонтемки. Это же хоризонтемы, да? Которые маме дарила. Но бабулька обещала, что распустятся маленькие. Но что-то они ещё не распускаются. Зато очень красиво в этом кувшине выглядит. Его мы тоже, кстати, с Лёшей дарили маме на день рождения. Очень красиво. Так прям, мне безумно нравится, как выглядят такие цветы. Да и сочетание оттенков красивое получилось, да, на кухне? Не знаю. Ты сказала, она невкусная. Ну, она очень молодая. Очень. Так вроде бы, чем моложе, тем вкуснее. Вот, гляньте, целая кастрюля. Вот кексы. Что-что? Вчера она говорит, бабушка, говорит, что я купил кукурузку, тогда придёшь с собой, вот, что мы варим. И папа с мамой приготовишь. И говорит, ну ты, говорю, мама-то уж у меня на питание, ещё и за папу с мамой. Всё, что не это, и маме с папой не берём. Слушай, они его подговорили. Да нет. Я шучу. Роль, ты там, если что, и нам принеси. Да, он такой хозяйственный ребёнок, он действительно. Всегда хочет поделиться с мамой, с папой. Я домой возьму, со всеми поделюсь. Вот он такой у нас. Это очень хорошо. Хорошо, что он хочет делиться, и что он помогать любит маме готовить. Как пахнет. Они же с тыквой. Очень ароматные. Куча специй там. Того? Специи там много. Тони и папа. Такие мягкие, прям пушистые. А ты что, не попробовала дома, да? Нет. Я не хочу пока. Я ещё попробую. Вкусно? Очень вкусно. Леру, можно было заливку не делать. У меня что-то захотелось. Она шоколадной делала глазурью. Даже не глазурью, а помаркой. Я думаю, что я не понимаю, что это безподобно. Супер. Кушай. Кушай на здоровье. Я буду маму запеканку есть. Хотя мама говорила, приходи с кексами, с меня чай. Но мама же не могла ничего не приготовить. Не, но я готовила, потому что я ничего не готовила вообще. Я сегодня первый день наготовила. Еды. Какое-то тут кино идёт непонятное. Мы с мамой понять не можем, что это за кино. Может, вы знаете... Я не знаю, что я в машине. Какое-то арт-хаусное, наверное. Что вообще ничего не понятно, что происходит. Какой-то очень странный фильм. Напишите в комментариях. По-любому кто-то его видел. Они странные сами главные герои. Да. Сам фильм поэтому такой какой-то странный. Он и снят странно. Вот этот фильм, который мы с мамой смотрели, оказывается, называется «Румба». О, что я снимаю? Румба, да. Это какая-то французская комедия в 2008 году. Но я бы не сказала, что это прям комедия. И плюс мы видели, конечно, не с самого начала. Но суть мы потом поняли. Мы еще прочитали сюжет. Офигенный фильм. Он такой интересный. Он вроде нелепый и странный, и смешной, и грустный, и такой картинный. Но я бы отнесла его к арт-хаусному кино. Об этом я не разобралась. Может, это и есть арт-хаус. Но там такой полет мыслитворческий вообще невероятный. То есть вот прям очень интересное кино. Я хотела бы посмотреть его с самого начала. Рекомендую вам его посмотреть. Потому что оно реально необычное. Но представьте, чтобы какой-то фильм так впечатлил, который видишь в середине или даже под конец, грубо говоря. И да, там, естественно, было много забавных моментов. Но вот у французского кино есть какой-то свой особый шарм, который я замечаю. Потому что я видела французские фильмы, они мне нравятся. Да, не все, но иногда они мне очень прям заходят. Кстати... А мне кумарная. Вот тут какой-то фильм идет следующий после румбы. Называется «Дождь навсегда». И мама его пыталась что-то смотреть, но не досмотрела. И он какой-то такой занудный. Про дождь. Непонятно, что тут происходит. Девочка вся нудная, не улыбается. И мама говорила, наверное, тут ее похитят. Она часто думала, что тут будет такая вот сюжетная линия. А фильм сколько уже идет? Уже, наверное, час почти. Ну, Додина страшнейшая. И что самое первое, я сказала маме, когда увидела этот фильм, девочка, говорю, не улыбается. Вообще нудная. С папой не общается, с братом не общается. Посмотри. Я только что прочитала сюжет фильма. И там как раз в сюжете идет о том, что девочка странная, никакая. Ну, в общем, есть вот такие действительно люди, вот как она. А я не могу. У меня из-за нее я не могу и фильм смотреть. Он безбожно скучный. Вот это, наверное, тот мальчик. Короче, фильм ни о чем. Просто бред сумасшедшего. А вот Румба интересный был. Спасибо, кстати, что писали про маме. Столько советов давали. Ты читала комментарии под видео? Читала? Ну, самое главное, что писали, это найти хорошего кардиолога. Но мама уже сходила к кардиологу. Уже кучу анализов ей назначили сдавать. Но там оказалось, что проблема с сосудами. Врожденные причем. Вроде бы как сосуды уменьшенные. Как это называется? Суженные. Суженные, точно. Это просто отрождение такое? Ну, это в одной части головы. С одной стороны. С джойстами другая. Ну, неважно. Не хочу. Не, ну, столько людей переживало за тебя. Что желает. Нормально. Нормально. Не, сегодня кучу анализов сдала. Опять нечего пойду к кардиологу. Что-то со всеми мальцами. Сердцем нормально. То есть это именно в сосудах, да, проблема? Сосуды, щитовидка. Нож все вместе. Ну, прощи, ты видку писали. У меня и голова все время болит. Правая сторона. Угу. Часто бредовала. Хороший ты. А давление появляет. Давление появляет. Капитально. Высокол она очень низкая. Чего было 80 на 60. Это очень низко, да? 50. Пульс. 51. Но он не сказал, что делать вот просто тебе вот сейчас первое время? Ну, анализы сдать, то понятно. Вообще. Ну, я знаю, таблетки. Я куплю таблетки. Магнирот. Магнирот еще одни. А там что, магний, что ли, да? Магнирот. Магнирот, да. Ну, хороший доктор был. Куда вы ездили? Нормально. В это центр или где сервис? Где сервис? Пусть здорово. Простите. Пусть здорово. Пусть здорово. Пусть нормальность. Я такой, доктор, доктор. Да? Да что, такой дядька. Внушает, да? Ну, короче, ты теперь все анализы и к нему, да, опять? Анализ уже сдала сегодня. Ну, результат. Я пробирки крови выкачала. А то у тебя и давление упало. Сейчас опять что-то. Да, да. Ну, короче, да, спасибо, что многие-многие много чего советовали. Но тут, естественно, разбираться нужно самому. Такой случай непонятный, блин. Учитывая, что мама, да, еще и щитовидкой проблемы. Тут как-то так. Так, пошли за ручкой. Да я же не пойду. Я домой пойду мне снимать видео на другое, она там, с образцами. Ну, тогда я пошла на ручку. Ну, пошли, мы же вместе выходим. Не буду сейчас... А я буду смотреть... Тот фильм удобный, спасибо. Не могу я на ту девочку... Ну, тут еще какие-то саблетки, видишь, индау. Я не знаю, зачем они. Ну, когда они мочеводные, немного отбивают давление. Это все это для пятницы. Пятницу к ней нет. А то, что маме терапевта выписала, доктор сказал, не надо. Вот так вот сходила, купила. Меня откроют тут нижний шкаф. Вот там. Можно же их вкратить. Это просто капец. Смешно и не очень. Да и не очень смешно. Не знаю. Это все лекарства и рецепты. Вот это все, что я выкинула, что мне тут назначал, блин, афеликобактерия, блин. Который нет, да? Короче. Вот это то, что я купила в субботу, а оно мне не надо. Это то, что мне тоже... Ну, короче. Один раз. Ребята, кому лекарства? Ник, это травы. А травы тебе зачем? Ты их пьешь? Да нет, уже назначаешь. Просто лежат? Да нет, они просто лежат. Не просто лежат. Ну, я заметила, они просто лежат. Пойди, вот так как бабушки, сядь с ними рядом, вы продавай лекарства. Ну, что делать, пропадают. Так такие дорогие. Очень много лекарств. Да, вот тут мне бактерии назначил, там капец, наверное, 1200 раз отдал. А он нанесил. Мне... Я две недели пропила, мне стало плохо, я их сел. Да, мам, мы по бочке были сумасшедшие. Так лекарства же сильные. Да потому что, мне кажется, назначают так. Вот, о. Не задумываясь вообще. А люди. Музыка. 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 Вот с утра у меня такой сэндвич получился. Нужно срезать края и разрезать его пополам, чтобы был красивый срез. Но не могу сказать, что получилось идеально, потому что у меня нож какой-то был не слишком острый для этого. И сливки почему-то не застыли прям совсем-совсем, знаете что, прям, ну, может, это и невозможно. И клубника не вся идеального размера, но всё равно прикольно очень выглядит. Мне нравится, так по-домашнему получилось. Видите, там развалился немножко, потому что нож зацепил. Тут надо прям очень острый нож и прям идеальный для хлеба. Не хватило такого. Думала сок выпить, но что тут так прохладно в квартире, что я, наверное, буду пить чай. Пока тут Лёша притопал с работы, как раз его выцепило, чтобы он вам отзыв дал на свой новый пояс. Здравствуйте. Быстрый отзыв на новый пояс. Пояс обалденный. Я даже эту штуку не затягивал. Вторую это ребра жесткости. Я их не затягиваю. Для занятий мне, лично мне подошло, для чего вообще берешь. Когда ты тягаешь весом на руки, если немножко не хватает силы, большой вес, то начинает прогибаться спина. То есть, в это в любом случае. И, соответственно, начинается боли. Чтобы держать спину, брал этот пояс. И именно потому, что именно для этих целей брали мягкие. Обычно у меня после занятий на следующий день немножко поваливает спина. Но она вообще всегда у меня ноет. Всегда. То есть, нет такого, что у меня не нула спина. И, ну, в понедельник я занимался в поясе. Это я почти час в нем был. Час. И во вторник у меня не болела спина вообще. То есть, я, честно говоря, уже не помню. На вечере уже, когда я в теннис побегал. Начал немножко ныть. Но целый день спина не болела. Я не знаю, заслуга ли это пояса или чего, еще чего-то. Ну, сам факт. У меня такого давно не было, чтобы целый день не болела спина. В любом случае, где-то что-то. Поэтому пояс отличный. Насколько он долговечный, мы еще посмотрим, конечно. Он и согревающий, и поддерживающий. И купил его Леша в медтехнике за 930 гривен. 970. 970? Ну, вот видите название. Может быть, вы его надете в интернете подешевле. 100% в интернете. По-любому есть подешевле, да. Ну, штука обалденная. Ни с какими вот этими ашановскими дешевыми спортивными полосами не сравнится. Ну, когда она стоит вещь, она и хорошая. Вот для здоровья надо брать, конечно, качественный товар. А по поводу тенниса, Леша нас с собой не взял. Да, вчера был первый вечер. Ну, на следующей неделе уже поедем. Мы еще определяемся, где еще. Сейчас узнаем. Спасибо, кто написал комментарий на Волне. Я просто думал, на Волне там только открытый код. А написали, что есть и закрывают его. Узнаем там и будем узнавать, куда ехать. И все отлично, все классно. Там отдельные душевые, полочки, вода бесплатно, полотенце. Все выдают. Единственное, что, ну, по времени. Познаватый. В 10 часов, получается, мы закончили играть. Я приехал домой 20 минут 11. И вот просто после физических нагрузок, перед самым сном, потом сон не очень. Как бы, я спал такси. Поэтому, поэтому же рекомендуют хотя бы за 2 часа до сна не делать нагрузок. Таких. Поэтому, фиг его знает. Смотрим и увидимся на Вимбол, Даня. Где? Ну, вынимание. Это соревнования какие-то? Да. Леша, как всегда. Я вообще не интересуюсь теннисом. От слова совсем. Ну, был он когда-то у нас в боте, ну, ракетки, нормальный теннисный мячик. Мы просто на улице играли без всяких правил, как бадминтон, знаете. То есть я про теннис вообще ничего не знаю. Я, когда Леша сказал, что там одно очко, это 15 баллов. Это очень странно. Почему 15? Почему именно 15? Ну, так по-моему. Как мое любимое число 7, я бы 7 придумала, да? Ну, а прикинь, так бы играли там 4-2, а всё, партия закончена. А так... Как футбол. 40 и там плюс одно. Такой, чёрт-чёрт. Мне не понять. Вроде уже кажется, что не террасит. А я сегодня вот пробовала пользоваться и кремом, и скрабом от Фаберли, который я заказывала. Вот ещё раз покажу вам. Значит, всё антицеллюлитная, одна линейка. И скраб мне понравился. Вообще, мне кажется, что у скрабов особо волшебных эффектов никаких нет. И всё дело в том, как вы будете им пользоваться. Если просто его помадюкать и смыть, нет эффекта. Если его массажными движениями втирать, тогда... Да, вот у меня есть вот такая штука. Мне когда-то зрительница дарила, присылала. Она вообще, по-моему, очень недорогая. Так вот берёшь и массажируешь проблемные участки. Вот если реально 5-7 минут, как написано на баночке, массажировать ноги, тогда прям сразу виден эффект, который пропадает буквально через несколько минут. Вы же знаете, да, как антицеллюлитные массажи действуют? Просто очень сильно вот это вот всё массажируют. И если проходить курс, то на некоторое время действительно вроде бы как целлюлит пропадает, но проблема не решена. Это просто как бы снаружи всё пропадает, а потом он опять появляется. Наверное, вот есть люди, которые делают регулярно антицеллюлитный массаж, и тогда как будто бы его нет. Но это проблема как бы изнутри, да, вот такая вот неприятная. Ну, короче, скраб неплохой. Он меня, по крайней мере, ничем не взбесил. У него приятный аромат. Он не травмирует кожу. У него мелкие-мелкие частицы такие. Вот видите, какой он. И он не тает, как вот я рассказывала про другой скраб сахарный на коже под действием влаги. Неплохой скраб. Ну, конечно же, вместе с вот этой штукой для массажа действует хорошо. И крем. Тоже нужно его как бы втирать 5-7 минут. Ну, блин, у меня не хватает на 5-7 минут. Ну, две от сил, наверное. Но он с охлаждающим эффектом. И сейчас действительно у меня ноги в таком холодке. И мне очень-очень нравится. Потому что я не сильно люблю нагревающие кремы, вот эти все. Потому что мне кажется, они очень вредные. Не знаю насчёт этих, которые охлаждающие. Но тот, который разогревает сильно, может, наверное, вызывать проблемы вот эти вот с венами и прочее. У меня когда-то был Атвитекс. Как там, баня, сауна, массаж. Такой очень популярный крем зелёный. Под плёнку я его ещё делала. Мне казалось, что у меня там действительно проблемы с венами будут. Нужно быть осторожнее с такими вообще вещами. Ну, я буду мазать каждый день. Ну, почему нет? Вот и посмотрим. Ну, я, честно, это так, чисто для галочки. Я не верю в это всё. Особенно с моей ленью по 5-7 минут всё это растирается. Кошмар. Для того, чтобы приезжать на обед, я как раз в это время заканчиваю свои занятия. Мне очень долго длятся мои тренировки. И пока я покупаюсь, то всё. Сейчас тоже буду обедать и дальше читать книгу. Меня очень бесит Люк. Фу, я его просто ненавижу. Ну, вот кто читал «Клющие в Терновнике», понимаете, да? Вот этот вот унил. Фу, он меня бесит. Я вот просто хочу, чтобы вот-вот прям он исчез из этой книги. Потому что он мне кое-кого напоминает из прошлого. И это прям один в один. И он такой бесячий. Фу, кошмар. Я же очень хочу дочитать поскорее, чтобы сериал начать смотреть. Но я же говорю, я читаю каждый день понемногу. Вот только в свободное время я сразу сажусь за книгу. Ну, я думаю, что ещё максимум неделя, наверное, я её закончу. Ну, я уже половину, наверное, прочла. Да, половину я уже прочла, точно. Так что всем пока. Увидимся очень скоро. Приходите в Инстаграм, чтобы смотреть рецепт тыквенных кексов. Чтобы наблюдать фотографии, которые делаю от души. Да, вот я очень люблю делать красивые фоточки. Уютные, самое главное. И смотрите истории, полезные и не очень. Просто интересные. До встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok